В Слонимском районе открыта очередная станция безжелезивания воды. На этот раз в агрогородке Драпова. Вместе со станцией построен большой участок нового водопровода. В особенности станции безжелезивания в Драпово, здесь такая же станция безжелезивания, той же технологии, как были ранее построены. У нас здесь особенность только при строительстве, которое мы строим в Кокочицах. Вот там есть некоторая особенность в очистке водички. Здесь в составе станции безжелезивания построены также полтора километра водопроводных сетей, произведена закольцовка двух населенных пунктов, подключены скважины населенных пунктов рядом расположенного агрогородка Озерница. То есть Озерница и Драпово там? Озерница и Драпово. В будущем, на следующие годы, значит, к этим сетям и с этой станции безжелезивания будут питаться населенные пункты рядом расположенные. Волчки, Плавские и Мыслово. Будут уже просто сети соединены и будут получать люди от этой станции безжелезивания качественную воду. Ну, тут 0,1 миллиграмм на литр, да? До потребителя доходит не более чем 0,3, даже если старые сети. Да, поэтому требования были ужесточены. Если по Санпину не более 0,3, мы, значит, прорабатывали технологию и поставщика, и производительная станция безжелезивания, чтобы на выходе давала 0,1, дабы был запас потребителю по сетям уже изношенным, не более 0,3 и требования со станции, чтобы были исполнены и качественная вода была у потребителя. И когда будет третья станция в этом году? Третья станция безжелезная строится в населенном пункте Кокочицы. На настоящее время ведутся стрельценно-монтажные работы. Планируемая дата сдачи 30 ноября. На строительство станции и водопровода потрачено значительно меньше средств, чем планировалось. И вот почему. Станции безжелезования, они управляются и работают исключительно в автоматическом режиме. Весь технологический процесс автоматизирован и передается для управления данной станции безжелезования через аварийно-диспетчерскую службу нашего водоканала. Для строительства данной станции безжелезования в рамках инвестиционной программы Гродненской области выделено 350 тысяч рублей. Из них 100 тысяч – это средства областного бюджета и 150 тысяч – средства республиканского бюджета. Вот стоимость строительства с водом данной станции составила 373 тысячи рублей. Из них, значит, 23 тысячи – это средства водоканала потрачены. Но утвержденная сметная стоимость строительства, согласно после прохождения экспертизы, была 683 тысячи рублей. Экономия составила 313 тысяч. Эта экономия составила за счет того, что данная станция была, значит, запроектирована и разработана исключительно проектной группой Слонимского водоканала. Все строительные монтажные работы выполнялись хозяйственным способом. Что принцип хозяйственного способа, ну, это и повлекло экономию, потому что здесь нет прибыли, никакой прибыли, значит, не предусмотрено при хозяйственном способе, а также были уменьшены на 30-35% затраты по общих хозяйственным и общепроизводственным расходам. В том числе были проведены процедуры закупок на выбор подрядчиков, на специальные виды работ, где в результате закупок также и путем снижения ценных предложений было уменьшено стоито. Поэтому вот эта экономия составила такое количество. Отладка технологического процесса потребует некоторого времени, однако уже теперь некоторые сельчане ощутили значительное улучшение качества воды. Я из деревни Драпова. Мы очень благодарны Слонимскому водоканалу за эту работу, потому что до сих пор была вода очень плохая, ржавая, запах неприятный, пользовались фильтрами для воды, как для питья, так и для стирки. Была невыносимая вода, а теперь замечательно. Чистая, вкусная. А что говорят с озерницы люди? А с озерницы люди то же самое говорят. Вода у всех хорошая. Станция же обслуживает и деревню озера, и агрогородок Озерницу, и агрогородок Драпова. Закольцована станция водопровод с обоих населенных пунктов, поэтому все рады.